Так, меня слышите там? Ну, хорошо, давайте начинать. У нас время уже. Добрый день. Как вы? После вчерашнего интернета? Ну, такое. Утро, разогрев. Здесь же мы не тянулись. Работали. В самом деле, говорили лучше. Ну, смотрите, на самом деле, я вчера в многих докладах и прям почти в каждом докладе показывает тот или иной какой-нибудь фреймворк вот кэнвасы, да? Всякие. Business Model Canvas или Product Link Canvas или чего-то там еще, Customer Journey. У нас есть сейчас много всяких инструментов, которые позволяют нам структурировать наше разрушение о том, на что мы делаем, какая у нас модель, какой у нас продукт, что вам вообще как-то не достичь. Вот, но у всех этих вот этих фреймворк, у них есть один недостаток. На мой взгляд, очень серьезный. Они все статические. То есть, они вам дают представление о вашей деятельности на какой-то текущий момент времени. То есть, вы вот заполнили эти таблички, смотрите, да, вроде сейчас все оно так вот, всяких Business Model Canvas или Product Link Canvas или чего-то там еще требуется, или как Customer Journey. То есть, у нас есть сейчас много всяких инструментов, которые позволяют нам структурировать наше разрушение о том, на что мы делаем, какой у нас бизнес-модель, какой у нас продукт, что мы хотим достичь. Вот, но у всех этих штук, у всех вот этих фреймворков, у них есть один недостаток. На мой взгляд, очень серьезный. они все статические. То есть, они вам дают представление о вашей деятельности на какой-то текущий момент времени. То есть, вы вот заполнили эти таблички, смотрите, да, вроде сейчас все оно вот так, как есть. То есть, они вам дают далекую перспективу. Здесь нет времени. У всех этих моделей нет времени. Но на самом деле, время-то есть, нам нужно как-то это время планировать. И есть три горизонта планирования. Оперативный перезон планирования. Я снизу вверх пойду. Оперативный перезон планирования – это вот месяц, это то, что отлично решает наши скрам, камбан и так далее. Вот здесь у нас масса инструментов, здесь вот все хорошо, как все. Дальше начинается практический перезон планирования. Это, там, первые годы. Год, два, три. Ну, не знаю. Вот здесь как-то инструменты становятся хуже. И дальше идет стратегический перезон планирования. Ну, я так вот написал 3-8 лет, на самом деле, конечно, для какой-то большой компании, для его секрет – это стратегический перезон, это тактический. Стратегический – это, там, 10-15. Но сейчас, если я вам скажу, что мы планировали на 10-15 лет, ну, любой скажет, что… Чувак, ты что? Чувак, где вы, где 15 лет? Ну, вы же на 5 лет должны планировать. Вы не имеете руки, кто считает, что ваш продукт, который вы выпускаете, через 5 лет будет существовать. А через 8? А через 10? Ну, смотрите, довольно много, да. Ну, даже те, кто руки опустил, те, кто скажет, что их продукт, ну, 8, да, в 10 лет не проживет. Ну, это значит, а компания ваша проживет 10 лет? Планирует как или не закроется? То есть проживет. Проживет, конечно. Значит, вы выпускаете какую-то другую продукту. А? А? Слава многому, вот, вот, всеми руками. Только давай. Значит, вы будете какую-то другую продукту выпускать. Какой? Ну, вы сейчас не знаете. Как узнают? И какие инструменты для этого могут быть использованы? Вот один из таких инструментов, я вам сегодня покажу. Мы сегодня попробуем попланировать на более длительный горизонт. И, на самом деле, кроме временного горизонта, есть еще сбежательная рамка. То есть мы, когда думаем о продукте, вот, когда я вчера слушал, там, доклады, которые к продуктовой относятся, к разработке или к продуктовому планированию, к чему-то, когда мы, вот, что-то разбираемся с продуктом, они, знаете, такие... Вот они на уровне оперативного плана находятся, и на уровне психического продукта. Вот у нас на пейджингху психологиста на Bargame, да, поэтому у меня вот такая ассоциация, то есть мы сидим как будто в танке. И смотрим из танка на весь окружающий мир. Вот танк — это наш продукт. Мы там вот в танке видим много очень всяких внутренних штук. Какие-то там ручки, показатели. И очень, на самом деле, мы мало видимо окружающий мир. У нас только есть кузинка обратного образования. Но когда мы в World of Earth играем, да, у нас там картинка другая. Здесь нам показали, как реальный станок выглядит в поле битвы. Кузинка-полоска. Да. Не играем другого. Потом, значит, вот такая вот красота. Это обычно как мы себе представляем наш продукт. То есть вот это было как мы реально видим, а это как мы себе воображаем. Что-то вокруг нашего продукта такое, горы, все красиво. Вот, но на самом деле вот даже эта картина не дает нам полного представления о том, как развивается битвы. И дальше нам какие действия предпринимать. Что мы можем здесь увидеть? Ну, там какой-то танк рядом проехал с вами. Поехали за ним, браво там. Но полностью картину мы не видим. Нам бы хорошо вот какой-нибудь такой вот финсвер. Вот это вот, это вот стратегическая карта, да. Мы, враги, болото, там, походим с кладов, куда-сюда, кооперируемся, здесь поюем. Вот, хорошо бы нам такой инструмент иметь для нашего проекта, который для нашего продукта, для нашей компании. Который нам помог посмотреть не сквозь узкую щеку, а посмотреть сверху. Только в целом виде. Но, у нас же поражало все это, да. Такие инструменты, наверное, есть. Они, например, тяжеловесные, да. Может быть, вы видели какие-то там большие отчеты, большие исследования, там, стостраничные, исследования рынков, там, куда-сюда. Вот, но у нас же есть в принципе отжар. Да, у нас, что, взаимодействие над какими-то формальными процессами. Работающая, ну, в данном случае работающая стратегия над вот этим толсто-многостраничным отчетом. У нас объединение, ну, внутри компании объединение, может быть, с нашими клиентами, с нашими там поставщиками, партнерами. Слушай, слайд есть там? А? Слайд должен быть? Это есть слайд. Это есть слайд. А, это мой бэкграунд. А, это мой бэкграунд. А, это мой слайд, когда пришел. Вот, значит, смотрите, есть еще вот такие принципы, принципы работы с будущим. Ну, когда мы говорим про стратегию, мы фактически говорим про работу с будущим. В будущем можно относиться по-разному. А, здесь, ну, вот такой, не знаю, манифест, не манифест, но вот такие вот принципы. То есть, будущее творимо, будущее не предупределено. Будущее, то есть, есть много разных вариантов, каким оно будет. И то, каким оно будет, зависит от наших действий. И сами наши действия тоже не предупредены. То есть, в будущем, в этом смысле, не проистекает с прошлым. Будущее не определяется с прошлым, Будущее определяется тем, что мы делаем здесь и сейчас. И предсказать будущее, по-честному, невозможно, вот так точно сфрагнозировать, но можно в будущем подготовиться. И вот та методика, которую я буду показывать в рамках мастер-класса, она в какой-то месте позволяет нам получить вот эту большую картинку и подготовиться к будущему, которое мы хотим, чтобы настало. Вот эти вот принципы, они относятся к технике прогнозирования, технике работы с будущим, которая называется Forsyth. Кто слышал это слово? Ну так, слышал кое-что. Вот Forsyth, ну вот примерно что-то написано, да, это такая, на самом деле, история, которая с 70-х годов XX века развивается, и изначально она, это игрушка такая, компании, игрушка правительства. То есть это там Forsyth в Японии, Forsyth в Викобритании, Forsyth США, Forsyth Китая. Потом это стали использовать крупные транснациональные компании, потом это стали использовать просто большие компании. То есть у нас там в России тоже крупные компании делают свои Forsyth. Не знаю, Qoil, QTS, Forsyth. Либо, может быть, Forsyth еще отрасливой. То есть Forsyth, например, Forsyth автомобильный, вот такси. Forsyth автомобиль стоит. И эта методика она означает, как и тяжеловеска. То есть она на несколько месяцев, на пару лет, с привлечением тысяч экспертов, со сведением этого всего. Вот такая вот прям большая-большая дорогущая. Но сейчас бьет очень быстро меняется. Мы себе не можем позволить, там, прогнозировать три года, как, знаете, в стратеге 2020, если кто-то слышал. Да, я не знаю, ее вообще написали до сих пор или пишут еще. Уже 2020 год останется скоро, а ее все разрабатывают. Нам неприемлемо. Тем более, если мы говорим про бизнес, про наш бизнес, мы не можем тратить большие деньги, мы не можем тратить много времени на то, чтобы получить эту картину. И поэтому в недрах одного такого движения, движения метабет, да, если, вот я не знаю, кто-нибудь помнит такое явление лесных конференций? А? Лес. Лес. Нет? Это другая версия вообще. Хорошо. А было такое партизанское движение на IT-шкой конференциях, оно переросло в движение вообще проектирования нового образования, и, естественно, ну, при проектировании нового образования нам нужно инструмент работать в будущем. Вот там была разработанная методика Rapper Foresight. Быстрый Foresight. На самом деле это как бы, ну, не совсем Foresight, это такая техника фессилитации, но она позволяет получить результат, который нам нужен. И она отвечает вот этим принципам. Будущее творим, будущее не предопределено, будущее зависит от наших действий, и наши действия должны быть синхронизированы, соответственно, чтобы приехать в будущее, которое нам интересно. То есть, на самом деле, результатом, то есть, я абсолютно говорю, говорю, да, результатом будет. Результат Foresight, ну, в техниках требует Foresight, да, можно сказать так, это коллективная гуманцинация об образе будущего. То есть, вот, собираются люди, они придумывают, каким будет будущее. Почему это работает лучше, чем классический метод прогнозирования? Потому что по статистике, если мы возьмем книжки фантазов и посмотрим, сколько из них получилось, сколько прогнозов получилось, мы получим цифру там в районе 80-85%. А у серьезных прогнозистов сбывается обычно процент 35. Поэтому, чем лучше мы поверим вот в этот вот, вот этот образ будущего, в эту вот коллективную гуманцинацию, тем больше вероятность того, что на самом деле будущее имя таким будет. Потому что мы у него поверили, мы его приняли, мы начали работать по достижению этого будущего. И, ну, конечно, особенно это важно, когда мы говорим про команду. Если у вас в команде люди по-разному представляют будущее ваших продуктов, то они ничего хорошего из этого не говорят. А это вот методика, которая называется синхронизирует. Визуально это выражается в виде заполнения вот такой вот карты. Вот это вот пустая карта, это заполненная карта. Но мы такую сегодня не нарисуем, здесь все-таки очень много карточек. Но постараемся что-то такое сделать. И, наверное, давайте попробуем начать уже, я заканчиваю разговаривать, да, начинаем какое-то более интерактивное взаимодействие. У меня просьба, пожалуйста, те, кто будет активно, кто хочет активно участвовать, давайте как-нибудь вы пересядете, во-первых, поближе, и мы сделаем поменьше столов. Ну, давайте. Можно? Вот вы сидите вдвоем, можно вы пересядете к кому-то, с кем там единитесь? Ну, давайте так, чтобы за столовом сидело новый человек. Хотя бы пять. На нашей компании. На вашей компании. Какой у вас продукт? Автоматизация торговли. Автоматизация торговли. Ну, смотрите, что сейчас будет происходить. Значит, мы действительно возьмем продукт реальный в какой-то компании. И попытаемся вот эту вот карту построить для этого продукта, для этой компании. Вот, ребята, как заявили свои уже. Кто еще? Кто еще хочет? Давайте. Кто-нибудь еще хочет забрать? Да. У вас какой? У нас много. Сейчас я придумал. Ну, нужен один. Ну, какой-нибудь один, там, для вас. Я понял, сложно. Давайте, вот, вы, вы прямо. Просто уйдем через 30-40 минут, и это будет неудобно. У нас просто из нашей компании товарищи составляют. А-а-а-а. Сторожно, очень интересное здесь. Ну, слушайте, вы действительно неудобно. Ну, давайте, а по вас. Давайте, какой-то найдем. А-а-а. 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 Известный продукт, давайте, нам нужно будет сейчас плавно ее составлять. Ну да. Мы можем, а-а-а? Не знаю, но если известно. Можно сделать? Да-а-а. Ну, мы на самом деле можем сделать хитро. А-а-а. А-а-а. А продукт один на всех будет? Да, будет один на всех. Ну, у нас веб-сервис по поиску работы. Веб-сервис по поиску работы? Да. А-а-а. А-а-а. Ну, понимаете, вот интерес в том, чтобы присутствовали живые люди, которые прям болеют за это. Вот их. Потому что они от этого получат больше, ну, то есть они больше всего от этого и получат. Внимаете, да? То есть тот, кто забросит свой продукт вот этого, месиво, все. Да, давайте всем понятно и интересный кайп какой-нибудь. А? Как будет развиваться скайп при встрече? Как будет развиваться скайп? Ну, давай, ну. Я однозначно. Ну, а-а-а. Как вам насчет того, как будет развиваться скайп? Или поработать? Ну очень. Поработать. Поработать? 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 Готов тропыстишь? Поработать. Поработать? Поработать. 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 Давай, выходи сюда. Ааа. Поработать. Поработать. Микрофон. Вот микрофон. Давай. Рассказывай про свой продукт. Ну, вот Elevator Pitch, да? Там 30 секунд. Давай. Рассказывай. Так. Это веб-сервис по поиску работы и поиску сотрудников. Позволяет размещать резюме для соискателей. Находить вакансии, отвлекаться на них. Для работодателя позволяет размещать вакансии и отбирать кандидатов. Приглашать их себе на интервью. Ну, набирать сотрудников. Фишка основная в чем? Ключевые отличия. Ключевые отличия. В общем-то одно из отличий — это большая база относительно. Суперджоп. Окей, хорошо. Значит, смотрите, что мы делаем дальше. Дальше нам нужно определить области. То есть нам нужно скоп понять. Потому что эта карта может быть, естественно, большая. Может быть про весь мир, может быть про страну, про какую-то внутри страны. Как это называется? Про политику. Не территориально. Может быть территориально, да. Форсайты городов тоже делаются. Но я имею в виду направление. То есть может быть про общество, про внешнюю политику и так далее. А вот если мы еще, 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 еще пойдем глубже. Вот, ну, так, а у меня-то марки есть? А, есть. Там одна из областей, которая видится, очевидно, да, это, как это называется, рынок труда. Да? Рынок труда и занятости. А? А все равно не будет видно, я думаю. Все равно не будет видно, я озвучиваю просто. Сейчас, для меня скорее. Что еще? То есть, вот смотрите, каждый продукт, он лежит на пересечении вот таких вот областей. То есть мы обеспечиваем там, ну, работаем в рамках всего, что связано с работой. Да, вот, как люди ищут работу, ну, это вот прямое. Что еще, с чем связано? То есть, что есть еще, вот, какая область касается этого продукта? Ну, там, образование касается? Да, помню. Образование. Что еще? Экономические процедуры. Что, что? Статистические данные. Статистические данные. Ну, это то, что мы будем использовать, когда будем думать. Ну, это как бы не область. Ну, это как можно сформулировать? Экономика. 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 Экономика в смысле… Как бы это поточнее схватить? Ну, то есть я примерно понимаю, о чем речь идет. То есть ситуация в стране как бы в целом. Социальная обстановка. Это мы уже ниже идем. Это рынок труда. Давайте докрутим экономику. Экономику докрутим. Ну, как мы это напишем? Ну, можем, в принципе, просто записать экономику. Попробуем. Просто сейчас, чтобы побыстрее было. Посмотрим, что у нас получится. Они получаются не очень соразмерные. Экономическая ситуация. Это чуть ниже. Это ты говоришь про тренды сейчас. Сейчас дойдем до этого. Что еще? То есть что влияет… Вот так вот вопрос поставлю. Что влияет… Да. Технологии. Ну, окей. Давай запишем. Технологии. Технологии. Так. У нас сколько столов? Давайте посмотрим. Раз. Два. Три. Вы участвуете? Там. А? Три. Четыре. Пять. Шесть. Значит, нам еще одну какую-нибудь область нужно записать. Что еще относится к… То есть вот внутри чего вы крутитесь? Что на вас влияет? Какие вот эти вот внешние… Трудовое законодательство. Трудовое законодательство, да. Но это одна из карточек, которая будет на этом поле. А мы сейчас пытаемся вот само поле назвать. А? Та-та-та-та-та. Технологии. Ну, окей. Хорошо. Давайте так сделаем. Давайте вот эти вот четыре… Давайте четыре возьмем. Демократическое… Ну, общество. Общество, общественные отношения. Как люди вообще… Какие у них ценности? Какие у них… Как они ведут себя? То есть, ну, вот это вот… Духовные скрепы там. Вот про это. Сюда же, да. Идеология сюда же. А? Социум. Да. Ну, это примерно то же самое. То есть, общество, социум. Отлично. Общественное настроение. Так. Супер. Значит, что мы делаем дальше? Дальше мы разделяемся. Выбирай любой стол, который тебе нравится. И у меня вот есть тут заготовка. Этот, по-моему, как раз этот самый Lean Product Canvas. Вот. Вот, значит, с этим Lean Product Canvas идешь за любой стол и на большом листе на флипчарте вы его заполняете. Только к одному столу, а остальные что делают? Остальные я сейчас скажу, что делают. Ну, хорошо. Пойду. Ага. Да. Так. А у вас вот стол или вы к кому-то присоединитесь лучше? Или вы попробуйте? Мне кажется, вот вам лучше… Вот видите, их там трое. Давайте, да, вы туда. Значит, что делают остальные столы? Выберите себе какую-то одну из тем, или давайте я вам раздам, потому что вы выбирать долго будете. Давайте прямо в порядку. Значит, вам. Рынок труда и занятости. Вам. Да. Так. Вот вы там… У вас распался стол, да? У вас нет стола. Хорошо. Значит, вам образование. Тема. У вас тема экономическая ситуация. А? Чего? А, вы тоже расходитесь, да? Да. По продукту. По продукту, да. Сервис по поиску работы. Да, по вашему продукту. Вы там расходитесь, да? Ну, вы тогда к кому-то присоединяйтесь еще. Ну, тогда, получается, вы… А у вас тогда выбор. Что вы хотите? Есть про экономику, про технологии, про общество? А? Технологии. Технологии. Технологии хотите, окей. Значит, у вас технологии, у вас труд, у вас образование. Нормально. Возьмите клипчарт, который у вас там есть, лист. И нарисуйте на нем вот эту вот карту. А? Ну, то есть только не с 2012, а с 2014. Ну, на самом деле, знаете, как вы рисуете? Вы нарисуете вот эту вот вертикальную линию. Напишите там… горизонтальную тоже нарисуйте. Напишите, значит, в точке 0. Это 2014 год. Это сейчас. На весь лист, да. А вот эти вот года… То есть года подробно прорисуете до 2020-го. До 2020-го вот прямо можно там, ну, через один или через два. А потом следующую черту уже нарисуете в 2025-м. Понятно? Нет? А? Ну, то есть до 2020-го вы рисуете вот эти вот вертикальные линии подробно. А после 2020-го это там вот когда-то потом, да, вы там уже не рисуете, вы просто отмечаете 2025-й. Понятно? Нарисовали? Окей. А? С 14-го? С 14-го. С 14-го. С 14-го начинаем. Окей. Значит, что мы делаем дальше? У вас лежат там стикеры. Пачечки такие с стикерами. У вас, кстати, есть? Давай вот эту кину. А то у них там какие-то… А, у них есть запечатки? Да. Держите. Вот они разноцветные должны быть. Значит, распаковывайте эти самые штуки. Берите из них желтые карточки. Или там какие у вас есть? Я просто сейчас не вижу отсюда. Желтые, оранжевые там есть? Желтые берите, берите желтые карточки. Значит, сейчас мы для этой карты будем генерить тренды. Что такое тренд? Тренд – это процесс, который происходит в этой системе. То есть процессы, которые происходят в образовании. Глобальные процессы. Ну, какие у нас процессы? Попробуйте. Вот пример дайте. Какой у нас? Реформа. А? Смотрите. Процесс должен быть… Ну, то есть реформы, понятно, что они происходят все время. У процесса должен быть индикатор процесса измеримый. То есть когда ты говоришь, что у нас происходят реформы, мы не можем понять, что меняется. То есть этот индикатор должен быть такой… То есть что-то растет или там что-то падает. Можно там сказать… У нас там происходит проникновение IT в образовании. Да? Ну, вот как-то так. Или там можем сказать… У нас происходит там, не знаю, деградация образования. Или там вот рынок труда. Что происходит на рынке труда? Ну, пример. Детей один мужчина может поддержать. А? Что? Только детей один мужчина может поддержать. А? Тренд. Процесс-то какой? Тренд. Положите на индикатор. А? Сейчас происходит. А? Сейчас происходит. Вообще. Нет. Вот этот процесс. То есть что улучшается или что ухудшается? Какой показатель изменяется? Сколько детей может быть в семье? Сколько детей может быть в семье? Это как? Увеличивается… Увеличивается… Рост зарплат происходит? Рост зарплаты. Рост покупательной способности. Ну, как так? Так. Ну, примерно понятно, да? Что такое тренд? То есть тренд – это вот некий процесс, который происходит. Значит, смотрите. Вам… Ну, понятно? Вы можете сформулировать какие-то? Значит, смотрите. Что вы сейчас делаете? Посмотрите на меня все. Посмотрите на меня. Что вы сейчас делаете? Сейчас вы раздаете вот эти вот желтые карточки, чтобы у каждого было по две-три штуки. У каждого за столом. И в тишине сейчас каждый пишет на этих карточках по два тренда. По одному тренду на карточку. То есть вы просто название записываете. Технологии вообще… Технологии… Технологии… Ну, да. Вы смотрите там на работу. Ну… Да. То есть давайте… Сейчас без обсуждений просто записываете. Сколько нужно? Две минуты. Теперь у вас есть… Сколько вам нужно времени? Семь минут на то, чтобы… Или десять. Ну, примерно так. Семь. На то, чтобы озвучить то, что вы написали. И внутри группы, внутри каждого стола выбрать пять трендов, которые вы на карту поместите. Понятно? Пять по принципу, которые оказывают наибольшее влияние на вашу область. Понятно? Кому понятно? 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 Вот. Сейчас можно обсуждать. То есть вы озвучиваете, зачитываете, смотрите, у кого совпало, у кого не совпало. И выбираете из них те, которые оказывают наибольшее влияние. На это, давайте, семь минут. Закончили обсуждение. Ну, что получилось, то получилось. Выбрали. Выбрали. Теперь для каждого тренда, который вы выбрали, определите, когда он начинается и когда он заканчивается. Ну, если он заканчивается. Если он не заканчивается, он может через всю карту проходить. Повесьте эти карточки… Так, у меня такого рисунка нет. Ну, собственно, вешайте эти карточки в тот год, когда этот тренд начинается. То есть у вас могут быть тренды, которые сейчас еще… Смотрите, тренды… Смотрите, сейчас. Это вы должны решить. Смотрите, у вас тренды… Я не знаю, если я буду… Не будет видно ничего, да? Видно? Значит, тренд может быть в трех состояниях. Тренд может быть стабильный, тогда вы его рисуете сплошной линией. Тренд может быть нарастающим или затухающим. То есть нарастающего тренда еще пока нет, но уже вот-вот чувствуется. И тогда вы его рисуете пунктиром, а потом, вот с того момента, когда он силу набрал уже, он у вас уже пошел в сплошную линию. Либо тренд может быть затухающим. То есть он сейчас идет как прямая линия, а потом с какого-то момента он становится пунктирным. Вот. Тренд может прекращаться. Идет-идет-идет линия, хоп, тренд кончился. Ну, то есть он вот сошел на нет. Там, не знаю, тотальная интернетизация всего населения. Все население у нас с интернетом, и тренду дальше развиваться некуда. Все, он закончился. Вот. Или если у вас в группе есть какое-то непонимание, ну, одни говорят, что тренд будет, другие говорят, что тренда вроде как нет, это тренд нестабильный, и вы его рисуете волнистой линией. Ну, точно так же он где-то начинается, где-то заканчивается. Значит, сейчас делаем следующее. Вы размещаете карточки трендов, которые вы выбрали на вашей карте времени, и рисуете от них вот эти вот линии. Понятно? А? Давайте. В самом деле у нас еще, ну, вот по методике у нас должен быть еще шаг работы со стейкхолдерами. То есть вы для каждого тренда должны выявить его стейкхолдеров, его спонсоров, то есть кому выгоден этот тренд, кто за него, кто его будет лоббировать. Должны выявить его противников, кому мешает этот тренд, кто будет предпринимать действия против этого тренда. И должны выявить типичного представителя. Ну, вам будет сложнее, потому что у вас там с технологиями, но тоже можно что-нибудь такое поделать. То есть кто представляет этот тренд? Вот у ребят там рост трудовой миграции, да? Ну понятно, кто типичный представитель. То есть вы вот видите там типичного представителя и понимаете, да, трудовая миграция растет. Или там, ну понятно, да? То есть некого персонажа, который представляет этот тренд. Я думаю, что мы сейчас это делать не будем. Я просто вам скажу, что вот такая штука, она есть. Это вот отдельный блок. Таким образом вы для своего продукта потом в дальнейшем будете искать союзников и противников. То есть с кем вам можно скооперироваться. Если вы считаете, что тренд хороший, вы его поддерживаете своим продуктом. Вы видите, кто еще поддерживает этот тренд. Вы понимаете стратегическое партнерство. С кем вы можете стратегически запартнериться здесь. И против кого дружить. Вот, то есть такой вот шаг тоже предусмотрен. Мы его сейчас делать не будем. Просто чтобы время сэкономить. Дальше мы делаем что? Мы на карту теперь вносим на вот эти вот линии трендов. Которые мы повесили. Вот смотрите, у нас получилась шкала времени и по вертикали вот эти вот года. А по горизонтали у нас тренды. Получилась сетка такая. Вот дальше мы будем заполнять эту карту. И принцип такой. Ни одна карточка, которую мы на карту размещаем, она не может находиться вне тренда. То есть все остальные карточки, они навешиваются на тренд. На те тренды, которые вы выявили. Если вам очень хочется повесить какую-то карточку, но вы не находите для нее тренда. Это означает, что вам нужно додумать, на каком она тренде находится. То есть вы вот точно видите, что эта карточка должна быть на поле, но непонятно тренд какой. Значит, вы возвращаетесь на шаг назад, придумываете, добавляете тренд на карту, на котором эта карточка находится. То есть все остальные карточки находятся на трендах. Давайте я вам сразу расскажу, какие у нас карточки. Это карточка технологии. Ну вот у ребят немножко, я опустил все-таки вот это вот поле технологии. Это не очень корректно на самом деле, потому что у вас там половина трендов, это по сути технологии. То есть там надо, модераторская работа должна быть, вот фасилитационная, ну вот моя. То есть по идее там на каждый стол должен быть фасилитатор, который докручивает эту штуку, чтобы у вас там действительно были тренды, как мы делали вот с издержками. А вот внутри издержек у вас будут технологии. Ну технологии понятно, что такое. И у вас на столах лежат такие листочки с вот этим вот, да, циклом Гартнера. Кто знаком, кто видел до этого Гартнеровский цикл? Никто не видел вот этот вот HypeCycle. Покажу. Это значит есть такая компания Гартнер, которая каждый год делает анализ технологий и публикует вот эту вот кривую. Это называется HypeCycle. Это кривая, на которой они размещают технологии. У нее есть пять областей. Это инновация, то есть это там технологии в лабораториях, или только-только начинает появляться пик, технологии на пике. Смотрите, интересно, по вертикали это ожидание от технологии. То есть понятно, там технология, да, инновация. Все там начинают говорить об этом, что, наверное, что-то будет клевое. Потом технологии на пике вообще все об этом пишут, делают продукты. Ну вот сейчас все делают продукты, там, и во все продукты ставят геймификацию. Прямо вот все сейчас геймифицируем. И там все говорят про big data. Да, вот она у нас там, big data и геймификация. А в нашем продукте обязательно должна быть big data. Это Hype. То есть Hype, ну по-английски Hype, как переводится? А? Не вершина, а… Не на гребне. Не на гребне, это… Я забыл. Ну короче, это то, что обсуждается. Ну да, то, что обсуждается на самом деле. Мода, мода, вот типа того. Потом, понятно, мода проходит, да, и технология скатывается, потому что она не оправдывает вот этих ожиданий высоких. Технология скатывается, расставание с иллюзиями, да, вот эту вот область. И потом начинает медленно-медленно-медленно всползать и выходит на оплату. То есть когда технология выходит на оплату, это значит, что мы эту технологию уже не замечаем. То есть это для нас вообще естественно. То есть здесь, ну, speech recognition. Кто удивляется тому, что в андроиде или в айфоне есть голосовое управление и голосовой поиск? Уже вообще, ну, никто не удивляется. Ну да, просто пользуешься им и все. Или там, не знаю, вот один из примеров технологий, который, я не помню, я поместил там или нет, это Bluetooth в автомобиле. Ну, ну, действительно, как это у меня новая машина и там нет Bluetooth? Да ладно, не может быть такого. Вот, то есть вот технология вышла на оплату. Понятно, да? Мы отсюда, это для нас такая справочная информация. То есть я вот говорил уже там в группе, что на самом деле Foresight готовится, то есть подбирается аналитика, которая, ну, соответствует теме этого Foresight. Вот это один из вариантов аналитики. На самом деле вот здесь вот нарисована такая вот самая известная, это Immersion Technologies. То есть вот растущие технологии, новые технологии. Но Gartner делает вот эти вот графики более частные еще. Вот у вас в распечатках там еще один я нашел график. То есть этот они выкладывают, еще один я нашел про digital маркетинг, по-моему, в виде графика. А остальные они уже просто так не выкладывают, дают за деньги только. И поэтому остальные у вас не в виде графика, а в виде просто перечисления. Вот. И там, я там распечатал, ну, буквально штук семь или восемь, да? А на самом деле их десятки. То есть десятки вот для своей отрасли можно найти вот такой вот график. Это вам как наводящая мысль для технологий, которую вы будете на карту наносить. Вот, кстати, по-моему, у меня там было про education там, да? Вот у вас стол про образование? Там, по-моему, есть листочек education. Значит, смотрите, какая еще есть штука с этим графиком? Есть технологии, да? Какие типы карточек у нас могут на карте появиться? Есть технологии, есть форматы. Технология — это что-то, что связано с там железками или, ну, в общем, с промышленностью. То есть с тем, как мы что-то делаем. А формат — это способ взаимодействия людей. Ну, то есть если мы... Я не знаю, там есть этот самый... Какой здесь? Ну, здесь нет такого примера. Я хочу сказать, что вот в этом вот цикле Гартнера на самом деле очень часто бывают технологии, перепутанные с форматами. Ну, то есть они там все вместе. Гартнер это все называет технологиями. С точки зрения Foresight мы это разделяем на технологии и форматы. Ну, во многих вот этих вот графиках у Гартнера появляется такая технология Bring your own device. Слышали про такое, нет? BYOD. Ну, это типа у каждого есть ноутбук, у каждого есть мобильный телефон. Зачем работодателю тратить деньги на оборудование рабочего места? Мы будем стимулировать людей, чтобы они приходили на работу со своим оборудованием. Таким образом мы экономим деньги на нашу инфраструктуру. Вот. Это формат, это не технология. Ну, понятно почему. Да? Потому что это способ взаимодействия между людьми. Ну, форматов можно очень много придумать. Там, магазин. Вы приходите в продуктовый магазин, это формат. Да? Один формат магазин, который у вас там на улице стоит. Ну, супермаркет. Другой формат интернет-магазин. Это разные форматы. Понятно, что такое формат? Ну, вот на понятийном уровне, да? У нас остается довольно мало времени. По технологии, по методологии форсайта сначала генерируются технологии, потом генерируются форматы, между ними есть взаимосвязь. То есть, технология поддерживает формат какой-то. Технология дает возможность состояться новому формату. Ну, там, технология интернета поддерживает формат онлайн-магазин. Да? Вот так. Я думаю, мы сейчас разделять это не будем. Попробуйте нагенерить, но смотря вот в подсказку в виде вот этих вот гартнеровских циклов, попробуйте карту заполнить технологиями и форматами. Только у меня просьба разными цветами их обозначайте. Давайте договоримся, что у нас технология будет синенькой. Да? Ну, а у вас тогда... Вы там синенький использовали уже, да? Нет еще? Технология будет синенькая, формат будет зелененьким. То есть, формат — это там, где про взаимодействие людей. Давайте ускоряться, давайте, ну сколько? 7 минут на это. То есть, вы сейчас придумываете технологии и форматы и размещаете их на карте. То есть, вы на каждой карточке вот этой технологии или формата должны написать год. Когда она появляется на карте. А год — это вот это вот, когда она на пике. То есть, понятно, что сначала она в лаборатории, но влиять на рынок она начинает... То есть, когда она в лаборатории, значит, мы должны обратить на нее внимание с точки зрения продукта. А когда она уже на пике, то она уже у нас должна быть как-то реализована. Ну, по-хорошему, если мы хотим обгонять рынок. Потому что иначе мы будем там... А, у всех big data, побежали за big data. У всех gamification. Там, побежали за gamification. Ну, то есть, гораздо лучше быть первыми на рынке с этой технологией, чем, там, догоняющими. То есть, мы ставим в качестве года у технологии формата год, когда она на пике. Так, понятно? Понятно? Все, давайте. Семь. Давайте попробуем, попробуем, собственно, как бы кульминация этого всего, что у нас тут происходило. Так. Как бы нам это лучше сделать? У нас два микрофона всего, но, в принципе, у нас так компактно, да? Значит, сейчас будет происходить следующее. Наш владелец продукта, он будет... Там, микрофон включен, да? Он будет сейчас объявлять... То есть, я буду объявлять, какой у нас год. Он будет объявлять, что... Какие изменения в его продукте запланированы. Запланированы. То есть, там запланированы, выделены ресурсы и реализованы. То есть, выкатили новую версию продукта. А представитель каждой команды, выберите у себя, вот кто будет говорить, будет говорить, что в этом году происходит в их области, в образовании, на рынке труда и, соответственно, с технологиями. Понятно? Да. Давайте. Поехали. Какой там? 2015. Ну, 2014 вроде у нас. В 2014 у вас? Ну да, 2014. Мы будем использовать data mining для прогнозирования карьеры кандидатов-соискателей. Ага. То есть, вы выкатываете версию с data mining. Ну, и с прогнозированием карьеры. Что у вас меняется в вашем Canvas? Мне кажется, мы не успели это написать. Ну, ладно, допустим. Хорошо. Давайте. А что произошло в 2014 году в образовании? Вот зачитываете ваши карточки. Ничего. Ничего не произошло. Что произошло в 2014 году с технологиями? Карточки, карточки зачитываете ваши. Технологиями мобильный доступ к интернету, мобильнику, пользование данных? Не-не, нового что произошло? Ну, вот карточки, которые не тренды, а которые… Синие. Синие, зеленые, да. А тренд? Не тренд. Не тренд. Технологии, форматы, события. Ну, вот у нас есть технология на доступ к мобильнику в интернет. И формат там, email, и online. Он появился в 2014? Нет. Ну, понятно. Это уже есть. А. Ну, ладно. Хорошо. Он должен появиться. Ну, мы учимся, да, сейчас. Да, да. Он должен появиться в нашем проекте, либо этот тренд, который… Нет, нет, нет. Смотрите. У вас на карте то, что появляется в этом году. Хорошо. Может быть тогда то, что появляется, потому что у нас есть роботы, хантеры в соцсетях. Роботы, хантеры в соцсетях. Значит, у вас появились конкуренты. Роботы, хантеры в соцсетях. Что произошло на рынке труда у нас в 2014 году? Ничего. Ничего не происходит. Все идет своим следом. А тенденции? Тенденции какие? Тенденции. Слабое внедрение agile в IT-компаниях. Вот. Значит, увеличение количества рабочих мест происходит до сих пор в связи с увеличением количества юридических лиц, в принципе. Растет нелегальная трудовая миграция. Вот. И мы готовимся к демографической яме 2016 года. Ага, да. Спасибо. Я забыл этот момент. А в образовании что происходит в 2014? Ничего не происходит. Ничего не происходит. Понятно. У них там тоже технологии ничего не происходит. Так, хорошо. Наступил 2015 год. Что у вас с продуктом? Ну, мы его интернационализируем и локализуем. На какие языки? Таджикский. Таджикский. Узбекский. Узбекский. Китайский. Китайский. Ага. Все. Ага. Все. Так, а значит, что у нас на рынке труда творится? Ничего. Все по стару. Ну, тенденции сохраняются, да? Да. То есть, вы говорите, что происходит, и тенденции сохраняются, да? Ничего не меняется. Ну, смотрите. Вот тут есть момент такой. У нас просто времени не хватило, да, чтобы много этих карточек накидать. Но сейчас я не знаю. Может, я надеюсь, что что-то получится. Что в образовании у вас в 2015? Предприятия, заинтересованные в знаменном сотрудничестве, начинают создавать кредиты на образование студентов. Потому что не хватит 5 лет для себя человека, а он 5 лет работает на них. Ага. Это первый. Так. То есть, он не ищет работу? То есть, его начинают выкупать уже еще до института. Ага. Отмена виз с Европой для студентов. Отмена виз с Европой для студентов. То есть, начинается от ТОП. То есть, студенты начинают уезжать. Студенты... Из Европы к нам уезжают. А, из Европы к нам начинают приезжать. Так. Хорошо. А вообще, тенденции в образовании... Вот смотрите. Тенденции какие в образовании? Давайте вы не говорили. Расскажите. Какие у вас тенденции? Ну, у нас. Снижение практикующих новых преподавателей. Их нехватка. Нехватка преподавателей. Так. Дальше. Ага. Работа предприятий напрямую с институтами по предприятиям своих курсов и так далее. Ага. Предприятия начинают заходить напрямую в курсы. Да, да, да. Так. Повышение доступности международного образования. Это вот тоже как раз про отмену виз для студентов. Снижение бюджетных мест и повышение количества и значимости специализированных курсов плата. MBA, сертификации, каталису. Ага. Ага. Так. Думаю, это в баре. Сейчас буду доколеть. И дистанционных технологий. Ага. Дистанционных. Хорошо. А вот как раз про технологии. Расскажите, что у нас происходит в 2015 году в технологиях? Во-первых, конечно, в соцсетях увеличивается конкуренция. Ну, то есть увеличивается конкуренция. Нет, на самом деле мы бы полагали, что в кадровых агентствах, ну и вот все эти кадры, как и проще, они будут просто использовать у себя эту технологию, чтобы как-то оптенцироваться. Ага. То есть у вас появляется возможность. Появились компании, которые предлагают эту технологию купить. И очки для доступа мобильного интернета, то есть это тоже появится в самом деле. Это Google Glass, да? Да, может быть еще какие-нибудь китайские подешевле. С помощью очков можно, глядя на торговую марку либо на вывеску в магазине или на логотип компании, узнать, определиться в том месте, где ты находишься и предложить вакансию этой компании. Ага. Хочешь посмотреть по сторонам, да? А тебе так оба вакансию? Есть работа. Я объясню, просто мы учли тренды, которые для сайтов, для мобильных приложений. А это для Google Ads, да. Но это мы не учли. Это как бы заработанная версия. Ага, я понял. Да, я понял. Значит, ребята в этом не участвуют, потому что у них на 2015 год запланировано… то есть они уходят на рынок таджиков, узбеков, а явно вот ваши эти люди… Значит, там, ну то есть как бы ребята мимо пролетают, да? Спасибо, дальше. Ну, на самом деле в 2016 мы переходим на мобильные технологии, включая и очки. Включая. Вы сейчас вот не подстраиваетесь, да? По-честному, включая. Ну, очков там не было, да. Где у вас очки? Покажите. Мобильные технологии. Какие мобильные технологии? Да, отказ от ПХ, переход полностью на планшеты. То есть, ну как не десктопные, а для браузеров вы не делаете? Да, ну не поддерживаю. То есть браузеры, вы перестаете поддерживать браузеры. То есть вы, значит, вы рассчитываете на то, то есть вы локализовались для казахов, узбеков, таджиков или кого там еще, вот, и отказываетесь, следующим шагом вы отказываетесь от браузеров. Хорошо, хорошо, значит, ну вы поняли, да? Мимо Google Glass вы пролетели. Хорошо, да. Почему? Мы можем же не отказываться полностью от поддержки веба. Подождите, вы не… Мы не прочувствовали. Мы сейчас фиксируем просто. Просто фиксируем, то есть вы не написали, у вас этого нет, да? Это вот игра, мы отыгрываем. А, да, у нас, правда, время уже совсем. Мы еще, так как купонные сайты набирают обороты, на самом деле они уже спускаются там вниз, то в 15-м году у нас еще будут купоны на образование. То есть люди могут купить купоны на то, чтобы прослушать какую-то… Ага, круто. А купонов на вакансию у вас не будет? Купоны на вакансию, ну, начнем с того, что будем в каждом поезде выдавать… Так, хорошо. Давайте прям очень быстро. У вас там… В каких годах у вас еще там что-то происходит? Вот серьезное. 16-17-е там происходит, да? А у вас на вашем столе там когда вот события основные разворачиваются? Вы скажите, сейчас время уже нет. Когда? Года? 18-20-й. Давайте просто у нас время уже заканчивается. Давайте скажите сразу на 3 года. Ну вот у нас на 17-е, 18-е еще точно есть такие нормальные карточки. Да, давайте. На 17-е, 18-е что у вас происходит? На 17-е это открытие венчурных фондов по помощи в регионах, да. То есть вы заходите в этот венчурный фонд, который что? Для открытия новых компаний, новых рабочих мест в регионах, где в общем-то недостаточно депрессивности. А, вы начинаете помогать работодателям? Да. Так, дальше. 2018-й. Интернетизация. То есть мы запускаем проекты по интернетизации страны и может быть даже таджиков с узбеками. По интернетизации страны. Давайте в образовании что у нас происходит? Что нас ожидает в образовании? В 2016 году у всех студентов появляются мобильные дела со своими, которыми они дают нам учеты. И они начинают использовать программу из заточенных фондов. Качественные телеконференции. Телеконференции не совсем правильно. Как Google. Видеоконференции. Игры для обучения. В 2017 году у нас идет интернатура, которая не может быть закончена без полуподовой практики на реальном предприятии. Ага. То есть у вас… Но вы в этом опять не участвуете. Вы в другую сторону. Вы в другую сторону. Ага. Так. Переход к региону международного стандарта вызывания. То есть в любом пути считается… Ага. То есть полностью… И отмена виз. И отмена виз. И отмена виз. И все уехали, и у вас демографическая яма, которую вы ждете. А что у вас происходит на рынке труда в связи с этим? А в какие года? 2017, 2018. Ну у нас с 16 года мы ожидаем массовую переквалификацию сотрудников в связи с тем, что будет яма в определенных профессиях. Ага. Вот смотрите, это вы тоже не учитываете сейчас. А? 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 То есть вы можете. Ну да, хорошо. Так, да, еще. С 2018 года на переломе тренда к увеличению количества рабочих мест в общем-то мы ожидаем автоматизацию процессов, автоматизацию рабочих мест различных и так далее. А с автоматизацией приходит достаточно, как сказать, сужение специальностей что ли. То есть специальности начинают массово вымирать? Нет, они наоборот. А, в смысле более узкие? Более узкие. Более узкие, да. В связи с развитием технологий различных, то что сейчас, например, в интернет-маркетинге происходит. Ну и роботизация с 2020 года. Роботизация. Да, роботы будут заменять дешевую рабочую силу из Таджикистана, Узбекистана. Я не согласна, еще не заменят на столько противоречек. Смотрите, это у меня комментарий. Вы вкладывались, вкладывались в свою локализацию, а тут значит роботы пришли и вообще выйдите. У нас есть в 2025-м. Вы роботов в 2025-м только ждали, да? А в технологиях, вот у нас есть эксперты по роботам, у вас там что? В 2020-й год. В 2020-й год, то есть нормально, нормально. То есть вы как-то вот поздно их ждете. А что у вас в 2017-м? Причем этот робот будет в качестве личного помощника. Ага, ага. Он остается и продолжает что-то делать. Ага. А в 2017-м, 2018-м там что у вас происходит? В 2017-м, 2018-м у нас запланировано снижение затрат на IT. То есть больше мы вкладываемся в… Ну, то есть это модернизация компании внутри. И плюс, ну, мы еще в 2018-м году устроили биржу соискателей. Человек представляет себя и мы видим, как у него… Крауд. Крауд такой, крауд типа… Краудхантинг. Краудхантинг. Вот. У нас просто совсем уже… Нет времени. Большое вам спасибо. Вот. Спасибо. У вас были клевые идеи. Смотрите. Краудхантинг. Значит, как понять, что форсайт удается? Что вот прет. Появляются новые мемы. Краудхантинг. По-моему, отличный. Значит, начинаются всякие возгласы. Да это же уже сейчас есть. То есть кто-то говорит, это будет только в 2020-м. Нет, вы что? Это уже сейчас есть. Это значит, что завелась работа. То есть вы начали обмениваться экспертным мнением. И, ну да, и вы когда вот на разных столах синхронно говорите о том, что роботы будут в 2020-м, есть повод додуматься. Может уже действительно будут. Образование тоже изменится. Образование тоже изменится. У меня вопрос. Давайте я немножко вас напережу. А? Смотрите, чем все должно закончиться. Значит, наши владельцы продукта… Ну, мы дойдем до конца там, да, мы сейчас просто не успеваем уже, да. Мы проходим все эти шаги. Происходит понимание того, что люди думают на самом деле о нашем продукте. И что мы в нем планируем. Вот. Дальше тут мы вот на этом столкновении, там появляются новые идеи, новые мысли. Потому что на самом деле, ну, это конференция, да, и я вот не знал, кто придет на мастер-класс. А на форсайт, конечно, приходят не просто случайные люди. На форсайт людей приглашают. Там должны быть эксперты отраслевые, чтобы вытащить из них эту вот экспертизу. Должны быть обязательно там, ну, пользователи, обыватели. То есть те, кто не является экспертами, но у кого возникают какие-то вот странные мысли очень. Вот если у вас есть поставщики-партнеры, приглашайте поставщиков-партнеров. Если у вас продукт B2B. Я знаю, что, ну, такая распространенная штука, очень многие делают семинары для клиентов. Вот. Сделайте вместо семинара форсайт. Вам клиенты расскажут, как их бизнес развивается. Вы с ними синхронизируетесь. Вы поймете, что вы им можете предложить для того, чтобы поддержать их. Если вы пригласите на форсайт конкурентов, то это получится уже отраслевой форсайт. Вот. Что должно быть дальше? Дальше итерации. Дальше, ну, сведение карт. То есть синхронизация, да, получение… То есть по идее мы должны были к общему видению прийти. То есть у нас должна получиться единая картина будущего. А методика может быть еще использована на самом деле для диагностики. Если у нас есть большая компания, очень интересно сделать там, посадить менеджеров высшего звена, менеджеров линейных и сотрудников. Бывают очень забавные ситуации, когда сотрудники видят будущее одним способом, линейные менеджеры видят его по-другому, а топы вообще по-другому. Вот. Очень интересный диагностический инструмент. Ну и там много-много-много разных. Есть там способы трансляции каких-то ценностей, например, от топов. То есть, да, тут могут хитро сыграть вот модератор. Я как модератор, да, могу заталкивать туда идеи и направлять вас таким образом, чтобы на самом деле образ этого будущего стал таким, который нужен топ-менеджменту. Ну, есть такой вот, не очень. Но можно использовать. Вот. Я бы хотел, если у нас чуть-чуть еще время есть, буквально по паре слов, у кого есть что сказать, какой-то фидбэк ваш услышать, что это было, как вам вообще, какие у вас впечатления. У кого есть? Насчет этого предлагаю оставить просто при выходе листочки. Но это про оценку, а я имел в виду содержательно. Можно? Ну вот буквально по паре слов. Поднимите руки. У кого есть что сказать? Кто хочет что-нибудь сказать? Сейчас. Сначала. Нет. Ну ладно. Вообще мне очень понравилось, как вот каждый видит развитие технологий, как мы видим развитие продукта. И в принципе это можно проанализировать и уже развивать свой продукт. То, что видит вокруг, это стратегия развития более точная и подстроенная под других уже. Потому что мы для других, для кастомеров делаем. Мне очень интересно ваше мнение. Как вам? Вам помогло, не помогло? Ну давайте. Да, давайте. Давайте вам. На самом деле мне очень понравилось, потому что люди друг с другом не знакомы. Но у нас очень много было идей. И сразу идет не официальный идей, а конструктивная проработка. Лично мне хотелось бы, чтобы результатом вот многих конкурсов здесь была какая-то индийная или универсальная листодология, или там максимальная и универсальная, с помощью которой многие компании поставили ее на вооружение. Потому что с смены рабочего места меняется и подход. Постепенно люди приходят как к каким-то единым технологиям. Многие сейчас уже работают в жизни. А многие в ней вообще не работают. И семинар действительно такой очень интересный. И хотелось бы увидеть. Мы как творились в конце, до конца не дошли. Мы не дошли, да. Просто хотелось бы увидеть результат. Потому что мы все еще до сих пор теряемся между бизнесом и… Ну я понял. Вот смотрите, у меня есть такой слайд. Это правда про Facebook. И он такой немножко про развитие. Примерный результат вот такой. То есть мы берем вашу компанию или ваш продукт, и в результате должна появиться вот такой таймлайн уже вашего продукта с учетом всего-всего-всего, что мы нагенерили. То есть все должно связаться в конечном итоге. Мы говорим, у нас там тренды такие, мы их поддерживаем туда-сюда. И здесь важный момент еще. Вот видите, вот здесь, например, нарисована капитализация Facebook. То есть мы должны обязательно ввести какую-то продуктовую метрику. То есть что у нас начинает изменяться. Потому что сейчас мы как бы так делали без цифр, ну иначе мы бы совсем погрязли в этом. Вот. А на самом деле мы должны, конечно, под каждый тренд и под каждое изменение подкладывать еще метрику, которая связана с нашим продуктом. Во-первых, с одной стороны, извне мы должны обоснование подкладывать, а с точки зрения нашего продукта мы должны говорить, так, ну хорошо, мы сделали локализацию, а что у нас после этого изменилось? У нас выросло количество пользователей, или у нас увеличилась конверсия, или мы открыли новый рынок, у нас опять увеличилось. То есть продуктовых метрик не так много. Их там всего штук пять от силы. И мы можем записать и в конечном итоге построить вот эту вот диаграмму в каком-то виде. То есть представляете это в виде вот таймлайна или там как это, стены. Представьте себе, что у вашего продукта есть своя, как будто это персонаж, и у него есть своя страница в соцсети. Вот что у вас там будет написано? И почему это так? Ой, а ты выкручил уже? А там мои эти самые контакты, я не знаю, все сфоткали, нет? Давайте, да, я послушать хотел все-таки. Вот помогло, нет, было полезно. На самом деле, Юрий, спасибо огромное за это выступление. Скажу в двух словах буквально. Это помогло снова взглянуть на то, что, в общем-то, мы сидим не в танке на самом деле, надо глядеть намного шире, надо смотреть на то, что нас окружает. Правильно изначально написали, рынок труда, образование, экономика, все, что крутится вокруг нас. За это вам спасибо, что вы помогли на это еще раз взглянуть, напомнить, что это есть, что не надо закапываться в работе и там заниматься питчами и так далее. Периодически это, да. И точно так же, как вы с бэклогом работаете, то есть вот эту вот сборку этих карт всех вы можете повесить у себя на стене и периодически к ней возвращаться, смотреть, а что на самом деле происходит. Потому что это, конечно, не план, в том смысле, что это не календарный план. Это, вот как я там на одном из слайдов говорил, это способ подготовиться к будущему. Вот так вот.